Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и коротко о главном. Помощь рядом. Республиканский профсоюз работников здравоохранения продолжает оказывать поддержку медикам в период пандемии. Подробности сегодня. В начале реабилитация, следом адаптация. На одной из спортивно-оздоровительных баз наркозависимые и дети с ограниченными возможностями здоровья прошли курс поддержки после лечения. Дом мечты для большой семьи. Благотворительный фонд «Инсам» продолжает помогать нуждающимся. Сегодня сотрудники управления Роспотребнадзора по республике присоединились к всероссийской прививочной кампании против гриппа. В этом году в Дагестане предстоит привить от гриппа 60% населения. Медики предупреждают, надо сделать все, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп. Так как подхватить две инфекции сразу вполне реально. И для здоровья это будет очень серьезный удар. Чтобы этого не произошло, нужно привиться от гриппа. Если вот микс инфекция, да, вот, возможно, в текущем сезоне, который возможен, микс инфекция, это одновременная циркуляция вируса гриппа и коронавируса. В таком случае болезнь у человека, конечно, пройдет более тяжело. У нас в декабре месяце прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. И мы к этому готовимся. И основной мерой профилактики является вакцинация. Все вакцины отечественные. Они безопасны и эффективны. После введения вакцины через 3-4 недели вырабатывается условно-защитный титр антител, который позволяет при встрече с гриппом либо его вовсе не замечать, либо переносить заболевание в легкой форме. Наиболее оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. И, как подчеркивают сами специалисты ведомства, прививка является самым надежным и эффективным способом профилактики гриппа. А также предохраняет от многих осложнений. Анализ, даже если проведен на уровне нашего учреждения, показывает, что легкая форма – это гарантированный исход данной прививки. Предлагаю и прошу граждан не отказываться от добровольной вакцинации. Этим вы обезопасите себя, своих знакомых, друзей, своих детей. В Дагестане продолжается акция «Помощь рядом». Республиканский профсоюз работников здравоохранения оказывает поддержку медикам в период пандемии. С начала распространения инфекции в Дагестане силами организации была оказана помощь 5000 медицинских работников. Накануне также были отправлены несколько партий пищевых наборов в медучреждения. Об этом расскажет Хаджиш Курбанова. Помощь тем, кому сейчас нелегко – профсоюз работников здравоохранения вместе с волонтерами-медиками активно собирают продуктовые наборы. Отправятся они к медработникам, у которых многодетные семьи, матерям-одиночкам и всем, кто особенно нуждается в помощи. Все это происходит в рамках акции «Помощь рядом», которая инициирована профсоюзом совместно с партийным проектом «Единая Россия. Здоровое будущее». Мы сегодня говорим о том, что мы будем помогать не только продуктовыми наборами, не только средствами индивидуальной защиты, но и мы всегда рядом с медицинскими работниками по вопросам начислений компенсационных, стимулирующих выплат, по поводу трудовых взаимоотношений с руководством лечебных учреждений, где они работают. Потому что, на наш взгляд, именно сегодня эта работа крайне и архиважна. За время проведения акции 28 медицинских учуждений республики также получили средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы. В их числе и городская клиническая больница и Центр инфекционных болезней, которые первыми начали прием больных с коронавирусной инфекцией. В данный период, в период пандемии, когда нам предложили помощь от профсоюза работников здравоохранения в обеспечении продуктами, для тех семей, которые реально нуждались, многодетные семьи, матери-одиночки, таких коллег в нашем учреждении достаточное количество. Подавали заявки, конечно же, многие. И всем этим людям оказали достойную помощь. Профсоюзом медработников, АК РИСКОМа профсоюза, оказывается, непосильная помощь поддерживает наших медработников. Вот сегодня тоже такая акция, что они нам дают продуктовые наборы. До этого тоже у них была такая акция. Помимо этого они предоставляли путевки нашим медработникам, которые заболели от коронавируса. Бесплатные путевки в санатории. Не обошлось и без колоссальной помощи волонтеров-медиков, которые ежедневно собираются на базе организации, чтобы упаковать и отправить посылку адресатам. Приходят сюда и новички, и те, кто с первых дней распространения заразы в рядах добровольцев. Мне нравится быть частью благого тела, так как я считаю, что добро возвращается, и необходимо всегда делать добро. Потому что никто не знает, что будет завтра. Возможно, завтра мы окажемся в такой ситуации, и нам тоже помогут. Знак внимания тем, кто встал на защиту населения Дагестана от коварной болезни, сейчас крайне необходим, считают председатели Республиканской профсоюзной организации. Акция проводится с первых дней распространения пандемии на территории республики. За это время более 5000 медиков получили помощь от профсоюза. К сожалению, болезнь и сегодня не отступает. Врачи продолжают бороться с вирусом, но немногие дагестанцы осознают всю серьезность ситуации. Опасность рядом с нами. И самое страшное, что эта опасность невидимая. И очень важно, чтобы мы все, уважая друг друга, соблюдали масочный режим, обрабатывали руки, как бы это банально не звучало, но какими-то, да, вот санитайзерами. И, конечно же, это перчатки. Учитывая то, что сегодня жарко, учитывая это время года, все это, конечно, крайне тяжело для выполнения. Но это наше спасение. Спасение нас и наших близких. Использование средств индивидуальной защиты и исследования рекомендациям специалистов поможет врачам выстоять в этой неравной битве, обезопасить здоровье людей, тем самым спасая от перегрузки медучуждений республики. Ну а пока опасность все еще здесь. Акция «Помощь рядом» продолжается. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Совместную реабилитацию для детей с ограниченными возможностями здоровья и наркозависимых пациентов впервые на практике провели в Дагестане. На спортивно-оздоровительной базе наркозависимые находились неделю и проходили адаптацию после долгого лечения в реабилитационном центре. Подробнее в нашем сюжете. Такую реабилитацию на базе спортивно-оздоровительного комплекса после курса медицинского лечения впервые организовали для наркозависимых пациентов Центра «Свобода» и «Крепость», совместив ее с процедурами для детей с ограниченными возможностями. «Сами зависимые люди, они эгоисты, они безответственные. Этим самым мы хотели как-то больше взрастить какие-то их качества, где они взращивают себе эти ценности. И этот опыт уже могли как-то принимать для себя, примерять на себя, они взращиваются здесь как личность и уже могли передать это в дальнейшем уже своим детям, своим родственникам». Подобное объединение проектов с разной категорией людей на одной площадке происходит впервые. Ветераны брали шество над наркозависимыми, а они, в свою очередь, над детьми. В комплексе такие мероприятия способствуют социализации зависимых, вызывая в них чувство ответственности, долга и заботу о ближних. «Ребята стараются, они хотят быть полноценными гражданами, а когда желание есть, я думаю, что все это исполнится. Я им желаю, чтобы они действительно, им надо еще время, время нужно для того, чтобы полностью себя привести в нормальный вид. И я им советую держаться так же». В рамках этого мероприятия каждый реабилитант из центра проходил социальную адаптацию. Ребята ухаживали за детьми, которые болели ДЦП, играли с ними, помогали им и родителям детей. Участникам посчастливилось на свежем воздухе позаниматься спортом с известными дагестанскими бойцами. Также они катались на лошадях и купались на море. Такая практика для них – дверь в новую жизнь, без зависимости и пагубных привычек. Там, где они уверенно смогут строить свое будущее, не оглядываясь назад. «Мы прибыли на базу отдыха «Лотес» по приглашению Тагира для совместной социализации ребят наркозависимых, инвалидов. То есть серебряные волонтеры – это люди с жизненным опытом, там ветераны МВД. В первый раз такой проект происходит вообще в Дагестане, но я и не слышал когда-либо, что такое происходило. Мне, соответственно, как руководителю центра, ну это нравится, так что, ну, наконец-то кто-то обратил внимание на нас, решил совместно как-то провести мероприятие, так чтобы было в помощь и нам, и, соответственно, детям, будущему нашему». Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Касписк». Следующий наш сюжет о большом деле для большой семьи. Мечта матери-одиночки из Кизельюрта, которая воспитывает пятерых детей, сбылась благодаря благотворительному фонду «Инсан» и неравнодушным людям. Теперь у них есть свой дом. Побывала в гостях у Новоселов и моя коллега Патимат Ханапова. «Всем благодарю, что вы распили меня, не бросили беду». Алина Багилова – мать-одиночка, воспитывает пятерых детей. После смерти мужа на нее легла вся ответственность за семью. Все это время они жили на семных квартирах. Купить собственное жилье не позволяли обстоятельства. У женщин был очень маленький доход. И вот главное ее желание наконец-то исполнилось. «Я вообще чувствовала, когда сюда переселюсь, я ищу квартиры. Три ночи я не могла спать, не знала, что это мой дом. А есть у вас еще какая-то мечта? Наверняка до этого у вас было желание приобрести дом, главная ваша цель. А сейчас чего бы вы хотели? Мне больше ничего не надо. У меня свое богатство, вот мои пятерые детей и вот этот дом. Я больше ничего не хочу. Всевышний Аллах – то, что я хотел, дал». Совсем недавно женщина перенесла микроинсульт. И несмотря на состояние здоровья, Аминат продолжает работать и заботиться о своих детях. Ну а ее старательность и усердие местные тут оценивают по достоинству. «Этот случай отличается тем, что в первую очередь сама эта женщина проявила, в данном случае, может быть, некорректно говорить, но она проявила мужество о том, что смогла поднять пятерых детей, не отпустила руки и из-за того, что ее мужество мы увидели, тоже подключились, альхамдулля, и молодежь, и джамат этого села активно приняли участие. В данном случае мы видим пример того, что один человек, наверное, не смог бы помочь полностью этой семье. Но объединившись, кто сколько сможет, вот так понемножку, альхамдулля, мы видим, что смогли для человека целый дом приобрести». И действительно, руку к этому доброму делу приложил не один человек. Откликнулся весь Дагестан. Частец собрал фонд «Инсан», часть – молодежь села Султанянгий-Юрт. Но и сама Аминат не осталась в стороне. «Неустанно ее стремление увидел, благотворительный фонд «Инсан» призвал жителей данного населенного пункта совместно оказать посильную поддержку, помощь. За что хочется выразить огромную благодарность и признательность молодежи данного села, которые единодушно собрались вокруг этой акции и оказали очень большую поддержку и помощь». Кроме того, «Инсан» подарил семье стиральную машину и продукты питания. Благотворительная организация оказывала помощь Аминат и Райнея. Женщина является подопечной фонда. «Мое личное мнение, что Джамат может восхватиться и работать, если он будет полностью и всецело слушать имамов, работать непосредственно с муфтиатом и проводить такие работы, будет намного легче и быстрее, потому что вся наша религия ведет на то, чтобы помогать ближним, смотреть, кто есть рядом и работать вместе и быть как один кулак». «Теперь большие проблемы большой семьи в прошлом, а это значит, признается Аминат, ей удастся уделить большее внимание детям». «А за что ты любишь маму-то, расскажи». «И сам молодежь, если они не поддерживают, работают, они не поддерживают». «Потима Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизюртовский район». В Москве накануне завершился Кубок мира по смешанным боевым искусствам «Ориентал». За звание лучшего там боролись спортсмены из 20 команд. Традиционно свой высочайший класс показала сборная Дагестана. Наши атлеты выиграли 40 золотых медалей в разных возрастных группах. Отметим, что в этих соревнованиях участники состязались в шести дисциплинах «Ориентала». Лидерство нашей команде в общем зачете обеспечили воспитанники Бадави Гасанова, Расула Саладинова, Иманали Пашаева, Султана Ибрагимова, Инара Экберова, Видади Морданова и Расула Алиева. По количеству наград вслед за командой Дагестана идут бойцы из Липецкой области и Чувашской республики. Памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Минувшей ночью в Москве состоялось главное событие осени в российском ММА – совместный турнир двух бойцовских лиг Fight Nights и GFC. В этот вечер состоялось 16 профессиональных поединков. Внимание дагестанских болельщиков было приковано к выступлению перспективных бойцов из нашей республики. Так яркие победы одержали двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман, а также младший брат бойца UFC Забита Магавит Шарипова Хасан. В титульных поединках представители Дагестана праздновали победы над соперниками из Казахстана. Каспичанин Мухаммед Иминов по итогам пяти раундов решением судей одолел Мурадбека Касымбая. А Владимир Минеев, который уже пятый год готовится к своим боям в Махачкале, нокаутировал Даурена Ермекова. Отметим, что идея провести совместный турнир двух крупных промоушенов при жизни была в планах у Абдулманапа Нурмагомедова. В Махачкале подведены итоги чемпионата Шамильского района по мини-футболу. Этот сезон был посвящен памяти имама Шамиля. Игры стартовали осенью прошлого года. Каждую неделю отношения на поле стадиона «Спартак» выясняли 16 команд премьер-лиги. По итогам, в шестом по счету сезоне золотые медали за один тур до окончания чемпионата обеспечили себе футболисты из селения Хучада. Вслед за ними в турнирной таблице расположились прошлогодние победители лиги – команда ЦИКОП. А тройку призеров замкнули кахипцы. На церемонии награждения игрокам напомнили о биографии имама Шамиля. Выходцев из разных сел призвали к единству и братству. Чемпионы и призеры получили кубки и памятные медали, а также удостоились денежных премий. Кроме того, оргкомитет лиги определил победителей в восьми индивидуальных номинациях. Похудеть на 15 килограммов за пять часов – дагестанец решил установить рекорд и добился успеха. 66-летний врач-стоматолог и спортсмен Богома Айгубов вошел в книгу рекордов России. Рекорд дагестанец установил на стадионе имени Елены Исенбаевой в Махачкале. Наблюдала за рекордсменом и наша съемочная группа. Несмотря на свой возраст, Богома Айгубов решил пойти на этот непростой рекорд. Его цель – сбросить до 15 килограммов. Для этого здесь, на стадионе, он будет бегать пять часов, чтобы установить сразу несколько рекордов. Книги рекордов России, Дагестана и Гиннесса. Богома Айгубов уже много лет успешно совмещает карьеру стоматолога и спортсмена. Он – мастер спорта, призер различных соревнований по самбо и дзюдо. Несмотря на возраст, он регулярно выступает на турнирах для ветерана спорта и постоянно стремится улучшить свои результаты. Теперь же спортсмен из Акушинского района решил показать всему миру, как похудеть на 15 килограммов в течение 50 часов. Я уже это 30 лет делаю, как начал бороться среди ветеранов. А никто не верит, что я могу. Первый раз за какие-то 6 дней я 17 килограмм скинул. И вот это понравилось. И так я каждый год гонял более 25 лет. Увидеть воочию, будет рекорд или нет, и просто поболеть за легкоатлета, пришли сельчане, друзья и близкие Айгубова. Точнее говоря, для меня само это удивительно, потому что я спорт знаю не заочно, а сам занимался этим. Ну, посмотрим. Пожелаем удачи нашему земляку, нашему дагестанцу. Ветеран дагестанского спорта считает, что смысл жизни в том, какую память о себе он оставит потомкам. К тому же, Богомай Айгубов был абсолютно уверен в своей победе. Я уже понял, что я сильнее всех в этом регламенте. Равних нет. Многие не могут. Вместе со мной бегали. Они полтора килограмм скидывали, а я 7-8. И мне это понравилось. Его дочь также признается, что с самого начала верила в успех отца, так как большую часть своей жизни он посвятил спорту. С самого детства занимается спортом. Я сколько себя помню, все время это ежедневные пробежки, тренировки, поездки на чемпионаты. Он занимался и дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба. Постоянно он становился чемпионом, всегда приезжал с золотой медалью. Поэтому я не могла не поддержать его в мечте, в этой его. Потому что это была мечта его. Именно установить рекорд. Рекорд России, Гиннеса и Дагестана. По сгонке веса. Я в него верю. У него все получится. Ну а организовать путь к рекорду помогло Министерство спорта Республики. Мы сразу, Министерство спорта, отреагировали очень быстро. И я обратился этим письмом, сразу пришел к министру спорта Республики Езистан Магомеду Магомеду Юсуповичу, где нашел полное, стопроцентное понимание. Человек духом, характером, он не простой человек. Конечно, Министерство спорта все прижило, все, что мы можем этому человеку оказать, мы ему сделали. Только надежда той человеку, то, что сказал, он сделает. И я верю в этого человека, я вижу, настрою его. Наблюдал за процессом достижения рекорда эксперт книги рекорда в России Александр Пересвет. Он считает, что благодаря таким смельчакам, как Богома и Губов, происходит оздоровление нации. Это потрясающий пример работоспособности, силы и воли для нашего подрастающего поколения. То есть Богома сейчас дает такие правильные ориентиры. И вот, несмотря на все капризы природы, спортсмен сумел достичь своей цели. Богома и Губов сумел скинуть почти 10 килограммов. До него это никому не удавалось сделать. Рекордсмен Айгубов Богома Рабаданович. Я официально объявляю рекорд зафиксированным. Теперь рекордсмен намерен ежегодно бить свой собственный рекорд. А отснятый видеоматериал зафиксированного необычного достижения отправят в скором времени в Книгу рекордов Гиннеса. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь на канале ННТ, не переключайтесь. Смотрите нас также в Ютубе и Инстаграм. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин